Судя по данному статистике, Форд Транзит в 2021 году стал вторым по популярности молотонажников в нашей стране, уступив лишь традиционному лидеру рынка газели всех поколений и мастей, разошедшейся суммарным тиражом в 47 тысяч экземпляров. Транзитов локального производства в 2021 году реализовано в два с лишним раза меньше, но тоже немало, почти 21 тысяча против 14 тысяч в 2020 году. Если продажи газели по итогам года увеличились всего на 8,5%, то у транзита рост полуторакратный. Почему? Давайте разбираться. Для этого я отправился на российский завод, где производят транзиты и теперь расскажу, кем, где и как это делается и насколько эти молотонажники действительно можно считать российскими. Но сначала небольшая историческая справка. Производство молотонажников Форд Транзит в нашей стране берет свое начало в 2011 году, когда российская компания Солерс и всемирный автоконцерн Форд Моторс подписали соглашение о создании совместного предприятия Форд Солерс. В числе выпускаемых им автомобилей оказался и Форд Транзит седьмого поколения. Его сборку в начале 2012 года развернули в Татарстане, на территории особой экономической зоны Алабуга. До этого на том же предприятии Солерс в сотрудничестве с Фиатом с 2008 по 2011 год выпускал аналогичный по классу молотонажник Фиат Дуката. В 2014 году российская сборка транзитов превратилась в производство. На заводе освоили изготовление и кузовов по полному циклу со сваркой, грунтовкой, окраской и комплектацией интерьером, а также штамповкой ряда основных деталей силами организованного по соседству турецкого ООО «Джошкунос Алабуга». Тогда же на конвейер российского завода встал Форд Транзит следующего, восьмого поколения. В 2015 году, то есть в первый полный год реального российского производства, продажи транзитов выросли на 62% и составили 5 с лишним тысяч. А по итогам 2021 года, как я уже говорил, Солерс Форд вышел на результат примерно в 21 тысячу молотонажников. Получается, выпуск Форд Транзит в России за 6 лет вырос в 4 раза. Он набирал темп даже в 2019 и 2020 годах, осложненных не только захватившей мир пандемии, но и трансформацией компании Форд Солерс в Солерс Форд, связанной со сворачиванием бизнеса Форд Моторс в России. Хорошо, что сворачивание оказалось неполным. Форд Транзит смог не просто остаться, но и вопреки непростой ситуации, значительно развить свой успех. В заминувшее 2014 года время ООО «Джишкуно-Салабуга» расширило выпуск предназначенного для фордовского молотонажника штамповки, в номенклатуру которой теперь входят все основные внешние и ряд внутренних кузовных деталей. В большинстве случаев при их изготовлении используется сталь магнитогорского металлургического комбината. Из этих деталей в цехах сборочного завода Солерс Форд сначала сваривается днище транзитов, а потом оно, образно говоря, начинает обрастать боковинами и другими кузовными элементами. На сварке и окраске задействованы роботы. Так называемый черный, то есть сваренный кузов, обезжиривается, грунтуется и окрашивается. В ходе окунания наносится катафорезное покрытие толщиной 20 микрон, обеспечивающий металлу основную коррозионную стойкость. Посредством роботизированной линии на кузов наносят вторичный грунт, после чего для финишной окраски он отправляется на линию нанесения базовой эмали и лака. На сборочном конвейере в салон монтируют сиденья, внутреннюю отделку и приборную панель, которая также локализована. Стекла для молотонажников поставляет в Борский завод. Среди комплектующих, из которых собирает Ford Transit, также локализованы электропроводка, аккумуляторы, трубки тормозной системы, элементы системы выпуска отработавших газов, передний бампер, колесные диски, шины и стабилизаторы поперечной устойчивости. В общей сложности уровень локализации по состоянию на конец 2021 года достигает 28%. Согласно заключенному в 2019 году спику, этот уровень постепенно повысит до 50%. Такого результата планируется достичь главным образом путем расширения штампового производства кузовных деталей и деталей подвески, а главное освоением российского выпуска дизельных двигателей. Моторный завод, которому предстоит снабжать дизелями, изготавливаемыми в России транзиты, уже построен и оснащен всем необходимым оборудованием. И находится он тоже в Алабуге, буквально бок о бок с автомобильным производством. Это тот самый моторный завод, который начиная с сентября 2015 года серийно изготавливал 4-цилиндровые бензиновые двигатели Sigma рабочим объемом 1,6 литра. Для комплектации, локализованных на предприятиях Ford Solders, легковушек Ford Focus, Ford Fiesta и Ford EcoSport. Все они на сегодня в России более не выпускаются. Мощность этого моторного завода составляет 105 тысяч двигателей в год, занимая площадь порядка 42,5 тысяч квадратных метров. Здесь очень современные, то есть предельно автоматизированные производства. Доля операций, выполняемых в автоматическом режиме, достигает 95%. А высокая автоматизация, как известно, один из определяющих факторов высокого качества продукции. Отмечу, что локализация выпускавшихся в Алабуге двигателей Sigma была на высоте. В России для них освоили изготовление блоков цилиндров и головок блока, крышек, крыльных подшипников, поршней, коленчатых валов и свечей зажигания. В ходе разворачиваемого производства двигателей для транзитов, их локализация пойдет по примерно тому же сценарию. Выпуск основных компонентов тоже планируют организовать в России. И оборудование для этого уже есть, но требует времени создание производства заготовок, в первую очередь отливок. Поэтому старт серийного выпуска двигателей в Алабуге запланирован на 2023 год. Кстати, одновременно с этим будет обновлен и сам российский транзит. В серию пойдет его модернизированный вариант, уже два года выпускаемый в Европе. Максимальная полная масса его самых тяжелых модификаций увеличена с 4,6 до 5 тонн. Что, кстати, позволит вывести на российский рынок версию с еще более длинной колесной базой. Важно, что в Алабуге будут серийно производить совсем не тот дизель, которым сегодня комплектуют малотоннажники Ford Transit, изготавливаемые на заводе Солерсфорда. Сейчас под их капоты ставят дураторг рабочим объемом в 2,2 литра, максимальной мощностью 125, 135 или 155 сил. А в производстве планируется освоить тоже 4-цилиндровый, но уже 2-литровый дизель под названием Eco Blue с улучшенными эксплуатационными характеристиками. Если судить по характеристикам европейских транзитов, на максимуме этот дизель в различном исполнении выдает 105, 130, 170 или 185 сил. Если производство собственных дизелей для российских Ford Transit только готовится, то производство кузовов в надстроях для них уже ведется. Занимается им введенной в строй в августе 2018 года предприятие СТ Алабуга. Как понятнее из названия, оно находится на территории все той же особой экономической зоны, специализируясь на изготовлении промтоварных и изотермических фургонов, бортовых платформ и автобусных вариантов. Учреждено это предприятие Нижегородской кузовостроительной компанией СТ Нижегородец. Транзиты с этими кузовами получают одобрение типа транспортного средства того же производителя, что и транзиты, непосредственно сошедшие с конвейера сборочного завода. На них распространяются те же гарантийные обязательства и та же сервисная поддержка со стороны дилеров. То есть Солерсфорд несет ответственность перед потребителем не только за само шасси, но и за автомобиль в целом вместе с установленной у него надстройкой. Сейчас завод в Алабуге производит на конвейере 4 базовых модели Форд Транзит. Шасси, цельнометаллический фургон, микроавтобус и комби. Тем не менее, заказчику в общей сложности предложены более 170 их различных модификаций. Но секрет роста популярности транзитов в нашей стране не только в многообразии модификаций. Ведь даже несмотря на все большую локализацию, выпускаемый в Алабуге Форд Транзит по-прежнему остается примерно на треть дороже Газели Некст. И что, разве дилерский ценник у нас перестал быть главным фактором выбора малотоннажника? Секрет в том, что Солерсфорд делает упор не на стоимость покупки как таковой, а на стоимость владения, которая для перевозчиков постепенно становится не менее важным фактором. Кстати, именно поэтому ценник на регулярное техническое обслуживание транзитов в 2020 году снизился на 30%. Этот шаг, кстати, вернул многих из ушедших к неофициалам обратно на фирменные сервисы. Кроме того, Форд Солерс развивает так называемые пакетные предложения, позволяющие перевозчику спланировать затраты на весь срок эксплуатации машины, то есть не на месяц-другой, а на годы вперед. Уверенность в высоких эксплуатационных качествах российских Форд Транзит открыла перед Солерсфорд возможность воспользоваться таким новым для нашей страны финансовым инструментом, как подписка на автомобиль. По своей сути, подобная услуга похожа на аренду. Подписчик получает малотоннажник во временное пользование и, будучи ограничен только годовым пробегом, каждый месяц выплачивает поставщику определенную фиксированную сумму. При этом все расходы, связанные с использованием автомобиля, включая его регистрацию, транспортный налог и страховку, поставщик берет на себя, за исключением, понятно, приобретения топлива. И выкупать автомобиль, как при финансовом лизинге, по окончании срока подписки не требуется. Обращу внимание, что длительность подписки измеряется ни днями, ни неделями и даже не месяцами. Минимальный срок составляет 1 год, а стандартным считается 3 года. В последнем случае годовой пробег ограничен 30 тысячами километров. Но при выборе условий подписки на фирменном сайте можно самостоятельно увеличить лимит по километражу, просто месячная выплата в таком случае несколько возрастет. Таким образом, будущему владельцу предлагается приобрести не малотоннажный, как таковой, а собранный вокруг него пакет услуг, оплата за которые, к тому же, разнесена во времени, что делает финансовые затраты на покупку и владение транзитов вполне сопоставимыми с таковыми при приобретении более дешевых аналогов конкурентов. Шутка ли? За 10 лет существования СП «Солерсфорд» на заводе в Алабуге произведено 115 тысяч транзитов. Впечатляющий результат. Ну, думаю, его удвоение, судя по нынешним темпам выпуска, удастся добиться, как минимум, вдвое быстрее. Продолжение следует... Продолжение следует...